Российские власти решили ужесточить требования к визовым центрам. Если сейчас получить разрешение на въезд в ряд стран можно без посещения посольства, то в ближайшем будущем правила могут измениться. Инициаторы законопроекта объясняют нововведение необходимостью защитить персональные данные российских туристов. Если коротко, то депутаты Госдумы хотят обязать визовые центры получать аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Требования жесткие, почти невыполнимые. Если закон примут без изменений, то в России могут закрыть все визовые центры. Впрочем, касается это только шести крупных игроков на рынке, которые работают непосредственно с посольствами. Как уверяет руководитель одного из ивановских визовых центров, небольшие региональные организации это не затронет. Мы надеемся, что мы будем работать в штатном режиме. Мы также сможем туристам подготавливать документы для получения виз. И, соответственно, просто мы чуть-чуть поменяем структуру работы и будем отправлять непосредственно в посольство и записывать в посольство на подачу. Сейчас это в целом тоже возможно, но просто посольству проще работать через авторизованные сервисные центры. Сейчас в Иванове работает несколько центров, которые помогают гражданам подготовить пакет документов, оформить анкету, а при необходимости собрать биометрические данные. После бумаги направляют в Москву, где сотрудники посольства разрешают въезд в то или иное государство. Визу можно получить и без посредничества, обратившись напрямую в консульский отдел. Но это, как правило, занимает больше времени, больше нервов, больше сил, ну и зачастую больше денег. Как это ни странно, но туристы зачастую не берут в расчет изначально, что поездка в Москву, как правило, тоже обходится недешево. И поэтому, да, затрачивают немалые средства. Оформление визы через специализированную организацию занимает в среднем от 3 до 10 дней. Закрытие всех центров в разы увеличит нагрузку на диппредставительство в Москве и Санкт-Петербурге. Кратно увеличится время рассмотрения заявлений. Эксперты уверены, что законопроект пересмотрят, а если и примут, то в гораздо более щадящей редакции.